Активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Карта убитых дорог» организовали объезд проблемных участков города. Общественники побывали на Меншиково, Пионерской и Заводской. По словам местных автолюбителей, состояние данных транспортных артерий оставляет желать лучшего. Подробности в следующем материале. Первая остановка в Кармановке – улица Меншикова. По словам местных жителей, в межсезонье участок, который проходит вдоль гаражного кооператива, непроходимый. Николай Елисеев сетует – иногда до своего бокса доехать практически невозможно. Нормально в машине не проехать. Их ничего не соблюдает, и даже никому не нужны. Недорожник проедет, а остальные так, он ходит пешком. Не понаслышке знаком с состоянием этой дороги и Сергей Ротчев. Координатор движения «Молодежка ОНФ» живет неподалеку и вынужден периодически по ней ездить. Ямы, проволока. Ну не знаю, на машине езжу, чувствуется это. Я думаю, что все жители это чувствуют. Хотелось бы, чтобы этого не было как-то устранено. Какие меры будете принимать для решения этой проблемы? Ну, в течение недели мы совместно с Народным фронтом будем ездить по городу, выявлять такие дороги. И потом данный материал будем направлять в Москву. Надеемся, что все будет устранено со временем. Следующий проблемный участок, куда направились фронтовики – улица Пионерская. В начале проезжей части, которая еще недавно была в хорошем состоянии, есть небольшой участок, на котором асфальт попросту отсутствует. Как оказалось, строители вовремя не установили трубу, которая должна была проходить под землей. Пришлось скрывать новую дорогу. Я постоянно здесь езжу. И проблема в том, что дорога изначально была сделана ровненькая, хорошая. Но зачем-то они ее перекопали. После этого они сделали просто тут невыносимый проезд. То есть ходовка постоянно гремит, что-то трещит, что-то начинает. И тут после этого – это отвратительно. Также активисты ОНФ пообщались и с жителями улицы Заводская. Местные недовольны работой дорожников. По их словам, недавно установленный забор уже снесен снегоуборочной техникой. Ну, дороги, вы сами видите, да. Ну, это понятно, это дороги. Вот зачем деньги надо было тратить вот на эти заборы, вот это скажите, да. Вот меня что бесит, да. Можно дороги, денег нет. А на заборы нашли деньги, вот видите, вот это раздражает. Вот Россия говорящая, дураки дороги. В подобные рейды фронтовики выезжают регулярно. Как уверяют общественники, ямочный ремонт на дорогах города выполняется лишь на 30%. Мы проехали почти по всем дорогам в городе, за которые отвечает городская администрация. Как бы и видим, что действительно дороги у нас не ремонтируются. Причем, как бы в некоторых местах, такие, например, как Кармановка, новый поселок, ну, в которых исторически не было дорог с твердым покрытием. Ну, там, что было, там, год, два, пять, десять лет назад, как бы, и ямы остаются в тех же местах, как бы, и, ну, дорогами там, и проездами вообще не занимается никто в летний период. Все проблемные участки будут отмечены на карте убитых дорог. Проект с одноименным названием был запущен в 2017 году по всей России. Кстати, на специальном сайте любой желающий может обозначить тот участок дороги, который, по его мнению, требует ремонта. Таким образом, информация дойдет до федерального центра. Владимир Рожин, Александр Дуркин, Телеканал «Север».